Сергей Павлович, заговорили про ПЗЗ, у меня к вам вопросы. Мы тут вот накопали такую информацию, вы входите в состав комиссии, правильно? По правилам землепользования и застройки, правильно? И если мы возвратимся к этой несчастной пионерской вад, да, то к вам обращалась эта фирма частная за просьбой, земли там были разрешенного использования, да, за просьбой, чтобы перевести их условно разрешенные, чтобы можно было построить там жилье. Вот, и зная, что они получили это разрешение, то есть это земля условно разрешенного использования, да. При этом, опять же, если мы говорим о нашем ПЗЗ, эти правила землепользования и застройки, на которые мы все тут опираемся, да, там написано, там есть такая статья 19, есть пункт 3, точка 3, где написано, что количество территорий, вот этого вот условно разрешенного использования в квартале любой зоны, кроме рекреационной, должна составлять не более 30%. Мы даже визуально посмотрели квартал Пионерская, Шевченко, Ленина, Красноплодская, там уже сейчас домов настроено больше, чем 30%. При этом эта частная фирма получает разрешение. Вот нам это, правда, очень интересно. Да. Можно, да? Да. Я бы сейчас начинал из-за далека, как говорится. Всю градостроительную деятельность в Российской Федерации регулирует закон Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон. Так вот, этот закон максимально ограничил возможности местных органов власти вмешиваться в строительный процесс. То есть все административные рычаги практически угнаны. В 51-й статье этого закона четко расписано, какие документы предоставляет застройщик для того, чтобы получить разрешение на строительство. И там есть, значит, подпункт требовательные документы запрещаются. Никакого решения Градостроительного совета в этом перечне нет. Это к тому, если создавать архитектурный совет, то его решением будут все рекомендательные. Никакого значения для застройщика, для проектировщика они иметь не будут. Да и было бы странно. Так он и был рекомендательный, в принципе. Он же, правильно? Он же раньше был. Нет, это требовалось. Это раньше требовалось, да? Нет, это не было. Протоколы требовались. То есть захотелся за застройщиком послушать? За площадью Победы, я говорю, вот лично мне, да, как архитектуру, ну не нравится в его внешний вид. Нравится? Не нравится. Именно поэтому докторище решается к великим. Если бы пришло бы к нам, да, и я, пользуясь административным ресурсом, подписал отказ, да, что бы получилось у нас из этого. Это творческий процесс, и у каждого архитектора собственное мнение. И нельзя его подводить. На самом деле, Александр же говорил о выкройчении тажности, то же самое, то, что те вопросы, которые решают архсовет, в принципе, да? Нет, вопросы этажные решают как раз правила землепользования и достройки, которые разработаны на основании генерального плана. И тот, и другой документ, в соответствии с законодательством, проходил в свое время публичное слушание. Выносился, как говорится, на всенародное обсуждение. То есть все жители города, все общественные деятели, юридические лица могли рассмотреть его, внести свои собственные предложения, внести изменения, там поменять этажность или разрешенно использование и тому подобное. К сожалению, у нас очень мало поступает от граждан, юридических лиц таких предложений. Что касается, он уже сам на юридическом, да, формально проводил публичное слушание. Публичное слушание, это да, это документ толстый, который не каждый прочитает. И не каждый поймет. И не поймет, а вот основные, глаголые, понятия, можно было бы нашел. Конкретно, Пионерская 2, да, у нас в соответствии с правилами землепольной застройки этот квартал относится к зоне центрального исторического района города Благовещенск. Основной вид разрешенного использования на общественные здания. В качестве исключения разрешаются условно разрешенные жилые дома со встроенными, пристроенными объектами соцкульпыта. Ну так вот, это исключение, что это делается. Вы обратите внимание, который купил территорию, обратился в администрацию в установленном порядке, комиссия по ОПЗД рассмотрела, вышла с предложением на Думу о том, что давайте мы вынесем на публичное обсуждение. В июне и июле прошлого года проходили обсуждение, ни одного предложения ни за, ни против не поступят. Конкретно по этому Думу. Это не в целом, по городу, по каким-то непонятным правилам. Так как получается, это что не значит, а тем же ПЗЗ? Это не противоречит тем же ПЗЗ. Ну потому что 30% должно быть из-за разрешенного использования земли. Всего микрорайона, всего микрорайона, кварталов или микрорайон, зависит от того, где стоят. Да, да, да. А там уже больше, без этого дома. Считать, если там, технически если, там очень встроенных помещений много. И вот эти зоны, как мы называем, жилая и общественная зона, то если посчитать процент, отнять первые этажи, вторые этажи, там все встроено и так далее, то в принципе можно и получить 30%. А кто-то считает? Это, нет, я о чем хочу сказать. Вот Виктор Иванович, когда сказал, что все-таки рассматривался заказчиком вопрос торгового центра, да, там, то есть какой-то было проведено все-таки анализ какой-то, понимаете как? И когда проектировщик, которому поступило это задание, он, не то что интуитивно, он это подспутно просчитывает, можно или нельзя. То есть вот этот специалист, он как раз и выявляет вот эту вот грань. Потому что если сейчас вот доказывать, ну допустим, понимаете, ну как в суде, да, можно все доказать. Извертеться на пупе, да, и все доказать. То есть главное, что ты если мыслишь категориями, те, которыми ты знаешь четко. А когда не знаешь, то и можешь сказать, ой, там больше 30%, понимаете? Вот когда вот Виктор Иванович сказал, что нужно просматривать до того, то есть анализ заказчиком был какой-то произведен. Поэтому намерен по администрации, то трудно принять вот решение, ну в частности я не в том, что я не подыгрываю, а в том, что я как проектировщик показываю. Как Виктор приступает к работе. И поэтому вот этот процент, вот я и хочу сказать, документ, он выхолощенный, понимаете как? А его дополнять нужно, то есть его нужно обвинять. А так получается, кто что хочет, то и строит, где хочет там строить, сколько это жить, сколько это было выгодно, потому что здесь у нас это все. Бизнес это правильно, это главное, мы за счет этого живем, хотите мы, будем мы это делать. То есть вы считаете никаких понятий, не то что даже понятий, а каких-то ограничивающих моментов быть не должно. Например, мы о чем говорим? Предположим, есть у нас эта зона, C1ОИ, да, предположим, есть у нас эти правила застройки, да, где у нас есть вот это условие. И нужно выжать из этого все, что можно. Хорошо, тогда мы, получится, что набережную мы реально застроим жильем, потому что сейчас, Виктор Иванович правильно говорит, сейчас продается только жилье. Это крайность не впадает в это. Но опять же, если мы говорим про то, что выжать из этого все, что мы хотим, да, получается, что, как мы это видим, может быть, с вами не согласятся присутствующие, да, что предположим, есть эта зона, вот эта вот несчастная, наша исторического центра, которая, понятно, самые дорогие квартиры, самое выгодное место расположения, соответственно, и выгодно для бизнеса, да. Но, предположим, если у нас есть правила землепользования застройки, да, и, предположим, из условно разрешенных видов вычеркивается, предположим, размещение многоквартирных жилых домов за исключением существующих. То есть, предположим, обращается инициативная группа в городскую думу, да, говорит, что, ребят, вот хватит жилья на набережной, да, вот мы хотим оставить это. Да, да. Вот, и что, вот, предположим, да, опять же, мы основываемся на том опросе, который мы провели, но я подозреваю, что даже если мы закажем этот опрос какой-то организации, да, которая этим занимается, результаты будут точно такими же, понимаете? Точно такими же, какими? Я имею в виду, что большинство людей не хотят на набережной видеть жилье, не хотят оставить зону, зону парковой, зону... Давайте мы, если говорим о людях, да, то есть, предложение, могут поступить в Логичинскую городскую думу, и они там будут проработаны однозначно, изучим вопрос и так далее. И депутаты примут решение по данному вопросу, какое, я не знаю, может положительное, может отрицательное. Как вариант, да, может быть исключена жилая зона. Ну, вы говорите, что много, много людей хотят, чтобы жилой зоны не было на набережной, я знаю очень много людей, которые поддерживают строительство, и не так категорически об этом думают, они понимают, что этот город должен развиваться. Да, у нас сейчас будет новая линия, набережная реконструкция идет, там будет красивая застройка с учетом там парки, фонтаны, места для отдыха. Да, хорошо, это лицо, прежде всего, нашего государства перед соседним хэ-хэ, оно так и должно быть. Но мы сейчас говорим о том месте, которое уже не является набережной на сегодняшний день, потому что там насыпь уходит далеко, вглубь Амура, ну, практически на 500 метров, и это стало уже центром города, а не набережной, не крайней стороной. Вот в чем вопрос на сегодняшний день. А как это будет вписываться в ансамбль архитектурного? В ансамбль будет в ансамбль. А можно где-то посмотреть, то есть, существует же, уже проектирует там золотую мину, да, вот как-то вот в контексте... Сергей Павлович, мне это было в общественном искушении, предложение, я знаю... Потому что у нас известный архитектор Благонщинский Секерин, он так вписал это. И выглядеть это, честно говоря, не может. Да, опять же, конечно, это... Мы наверно видели, но для кого-то... А Секерин уже написал, как это будет выглядеть этот дом, да, со стороны Китая. Но он маленечко перестарался, потому что... Почему? А потому что завысил как бы объем, чтобы обострить дискуссию. Ну, там 4 тысячи квадратных метров этот дом будет занимать, правильно, всего у них площадь 13 тысяч квадратных метров, это территория. Они обращались с вами в 10-12 этажей, правильно, на бане, которая висит там, 15 этажей мы насчитали, и у них на сайте 15 этажей. Соответственно, ты понимаешь, Валерий Ягин же так и нарисовал, собственно, с этим учебом. Здесь много нюансов, чисто профессионального. Вы вот скажите про город, которые поразили, что я... Вы просто хотите сказать, что те, которые уже прорабатывал город, варианты вот этой набережной видения. И там их было, я не знаю, по-моему, 8 или 9 этих... И там и живая застройка и так далее. То есть, говорит, что общественное мнение, ну, то есть, оно сформировано, просто человек тоже. Сегодня вот ему сказали, он проснулся, ему спросили, хочешь ты жилье на набережной? Нет. А понимаете, а в то же время он видел эти рисунки и когда-то говорит, ой, здорово, как у нас будет. Понимаете, то есть... Ну, вот может быть, показывать, да, как-то людям демонстрировать. Визуально. Можно я подарать. Да, вы не возмущаетесь, что будут жилые дома, потому что это будет вот так вот. Когда-нибудь, после этого это будет вот так. Это красиво, да? Ну, красиво. Да, да, не цепи. Я возвращаюсь к конкурсу. Значит, весной прошлого года проводился, значит, конкурс в подведении итогов. Год по номер. Девять проектов было выставлено на всеобщее обозрение. На многих участках избирательных, значит, висели, значит, все девять вариантов. Я вам хочу сказать, что, ну, процентов сорок горожан, которые оставляли собственное мнение в русских листах, как раз соглашались на то, чтобы на новой территории строилось жилье. То есть нельзя говорить однозначно, что все против, а не коричневый. Но большинство все-таки против строительства на новой, вновь образованной территории жилых домов. Поэтому взяли за основу именно те проекты, которые предлагали строительство общественных зданий. Вот они получили развитие. Сейчас у нас в правительстве в Мавловской области уже разработана концепция застройки на мылной территории. Там ни одного жилого дома нет, только общественные здания. Парковая зона и общественные здания. То есть мы 42,5 гектара, которые мы получаем вновь образованной территорией, фасад не только города, а будет фасад всей страны. И будет он формироваться за счет зданий общественного, культурного, спортивного назначения, выставочного здания, в том числе и предполагается строительство православного храма. То есть в этом плане мнение горожан, я думаю, было учтено в полном объеме. Что касается Пионерской области, для того, чтобы получить разрешение на условно разрешенный вид, застройщик представляет не просто заявление, вот хочу то-то или то-то. Он представляет предпроектные проработки, проработанные проектировщиком. И там делается баланс территории. То есть просчитывается все четко, сколько будет занимать само здание, сколько там было устройство, сколько в территории квартала будет занимать это здание. Условия по 30%, которые будут занимать это здание, в соответствии с расчетами проектировщиков, я надеюсь, что они у нас все ответственные люди, и подносовкой не занимаются. В соответствии с действительностью, на основании этого было вынесено решение о возможности выдачи разрешения на условно разрешенный вид. Что касается разрешения на строительство, к нам застройщик еще не обращался. Как бы сказать, сколько там этажей, какая там площадь, сколько квартир, ничего сказать не могу. Когда обратиться к нам за разрешением, он предстоит в том числе положительное заключение экспертизы государственной неведомственной. Вопросы, которые рассматривает БОСЭкспертиза, вопросы безопасности, технической надежности здания, мы не рассматриваем. Мы обращаем внимание на соблюдение нормативов Амурской области по градостроительным и проектированию в части благоустройства. Я вам хочу сказать, что в этом плане мы подходим очень жестко. Очень много проектов, которые там представляют, мы возвращаем именно из-за того, что застройщик, проектировщик не соблюдают нормативы областные по размещению гостевых стоянок или спортивных площадок для жителей, озеленения. Возвращаем на доработку. Они, значит, прислушиваются к нашему мнению, вынуждены прислушиваться, потому что не получив разрешения нельзя строить, дорабатывают и приводят в соответствие. Точно так же будет и с этим зданием. Если они нарисовали там 16 этажей, как разрешается по правилам землепольной застройки, то не обязаны будут писать территорию того земельного участка, который им предоставлен, все необходимые элементы благоустройства. Если они это соблюдают, значит, оснований для отказа у нас нет. Если они попытаются на чем-то сэкономить, то мы завернем и потребуем, чтобы, значит, квартиры и квадратные метры в данном здании соответствовали возможностям данного земельного участка. Доктор Саш, ну а вот вы как считаете, вот по поводу, стоит ли запрещать строительство вот таких вот жилых домов в центральной зоне, в исторической зоне? У нас вот в исторической зоне уже достаточно много жилья. В годы советской власти, в годы и последние годы. То есть у нас уже очень много жилья. И по самой набережной мы идем, как если идти в горпарку, да, в той площади Победы и так далее, возле времени бывшей третьей горбольницы. У нас уже там пятиэтажки, далее шести и так далее. То есть, в принципе, сказать, что они сильно мешают набережной, я, так сказать, не могу. И опять же, в любом случае, я еще хочу сказать, что любой проект на набережной должен проходить полностью комплексное обсуждение, что лучше, что хуже. Еще раз подчеркну, что торговый центр на этом месте однозначно бы лучше не был. Я вот хотел бы, что сказать, по поводу общественного мнения и обсуждения. То есть мы, все здесь присутствующие, это неоднократно прозвучало, мы все понимаем, что действующее городостроительное законодательство ориентировано на инвестора, на заказчика. Хотим мы этого, не хотим, как бы мы ни обсуждали, заставить заказчика, который получил по разрешенному виду использования, сделал проект, прошел экспертизу, ни администрация города, ни другой орган по закону заставить не может. Можно включать иные рычаги, пытаться, но это все будет уже незаконно. Поэтому я надеюсь, конечно, что такая ситуация у нас в стране изменится. Есть уже, допустим, по отношению памятников, есть уже за последние полгода два поручения президента России и уже вновь свои изменения в наше законодательство. То есть я надеюсь, что в этом году, по крайней мере, в части исторических зон будет больше и четкого порядка. Я хотел бы, самое главное, все-таки вопрос общественного интереса обсудить. Я абсолютно согласен с Евгением Владимировичем. У нас очень инертная общественность в городе Благовещенске. Когда проектировался дом на площади Победы, я ожидал всплеска. Мы очень на это рассчитывали, на поддержку общественности. Потому что тогда Управление культуры оказалось в одиночестве с городской администрацией и так далее. Все поддерживали строительство этого дома. И даже городской совет ветеранов его поддержал, чем... А мы, наверное, доску поставили. Да, даже городской совет ветеранов его поддержал, чем просто нас в шок поверх. Но, тем не менее, не было такого общественного списка. Не было ни информационных таблиц. Мы делали материалы. Нет, мы делали материалы. Я говорю, вот такого вот массовой строительства не было, ни общественного, к сожалению. За 18 лет моей работы ни один гражданин города Благовещенска не пришел в Управление культурного министерства с предложением давать вот это здание, к примеру, объявим памятников. То есть да, у нас поступали предложения профессиональных архитекторов, историков. Сами мы заказывали, проводили историко-архитектурные, археологические исследования. Но ни один просто гражданин, именно по Благовещенску, по другим национальным пунктам, по свободному, по ЗЭЦ были. По Благовещенску за 18 лет ни один человек не обратился... Что-то сохранить то или иное здание. Открывать бумаги с предложениями, я же понимаю. Но вот что касается роли общественности, влияния, вот тут хотелось бы отметить следующее. Сама схема проведения публичных слушаний, наверное, такова, что рядовой гражданин, они, как правило, либо не знают. Да, она опубликовала в Благовещенском сайте городской администрации. Ну хорошо, а что там будет? То есть мы все равно, просто гражданин не понимаем. Это часто возникает, когда определенный конфликт интересов, тогда начинают две стороны друг к другу записываться в обсуждение. А вот как раз пример Сильковских домов, я говорю, это результат общественной резонанса в том числе. Когда по несколько сотен человек записались с обеих сторон на публичные слушания. А результат мы видим какой? С 14 этажей застройщик мы должны пойти на ограничение до 9. То есть, чтобы соблюсти определенный баланс интересов. И с точки зрения сохранности памяти. То есть это такая маленькая победа. Да, то есть определенный, то есть это, я считаю, результат. Трижды на комиссию по правилам за любопользование застройки, Сергей Павлович, и я, мы являемся членом комиссии, выносился этот вопрос. То есть только с третьего раза устроен смог получить положительное заключение. То есть тогда сумел выйти членом комиссии, что рекомендации общественности будут в этом плане выполнены. То есть о публичных слушаниях нужно как-то заявлять. Что касается, вот я приведу пример, мы все, многие слышали, город Москва. Есть много общественных организаций, но есть организация, как Аркстройнадзор, общественная организация. Вот их как раз задача, то есть они отслеживают, мониторят законодательность, представление земельных участков, отводы. И в случае, когда, по их точке зрения, в историческом центре что-то планируется к сносу, либо проектируется не то, они начинают пить во всех колоколах, собирают, получают общественный резонанс и в результате заставляют городские власти, вынуждены идти реагировать. Вот если бы у нас, скажем, либо в связи архитекторов, либо другая организация взяла бы на себя функцию отслеживать и своевременно сообщать, потому что Мурануфу как бы публиковал информацию, я думаю, мы имели бы совершенно другой интерес к общественности в той или иной застройке. Потому что, конечно, общественная инициатива, это, ну, все, кто здесь предстоит угласить, знают, любое обращение гражданина обязательно быть рассмотрено на восстановленные сроки. А когда идет массовое обращение граждан, тем более. И зачастую, что мы понимаем, что мнение общественности зачастую может привести к отмене, там, ранепринятых или корректировки решим. Поэтому, тем больше будет активность горожан в этом плане, тем больше, я так думаю, будет их порядка в городе. Ну, и все-таки, я надеюсь на те изменения федерального законодательства. Ведь мы рассматриваем только одну часть проблем. Мы же не так давно обсуждали ситуацию с гостинками. Это обратная сторона одной и той же медали. Это результат того же законодательства. Что вот все выступают в правоохранительном городе, что да, это не законно, а вот это не там. Вот, в принципе, мы такую ситуацию имеем. Поэтому, да. Мы вот сейчас говорим о том, а на набережной там попытаемся. Как бы там ни было, нет разработчика этого проекта, да? Я не знаю, по-моему, это... Не пиши, а я не граждан проек, да, не пиши. Мы очень спорим. В общем, пускай там спорное здание, но оно красиво нарисовано, да? Но мы построили в городе где-то до 80 трехэтажных, нулусных сооружений, которые, ну, никак не угрожают город, да? Это же город в городе, 80... Ну, гостинки, это, да, действительно, отдельная тема для голого стола. Никто об этом не говорили о чем. Почему? Потому что в следующих вопросах мы в гостинке не имеем. Я на вами хотела сказать. Я хотела сказать. Может быть, это не совсем патриотично, с моей точки зрения. Я должна 100% поддерживать, вот, 86%. Но тем не менее... 68, прошу прощения. Но я хочу сказать, что оставлять в таком виде центр города, который на самом деле находится в убогом провинциальном состоянии, тоже нельзя. И что такое центр города? Если вы имеете в виду площадь, то она, по-моему, начало 70-х годов построена, стройки и вот эти девятиэтажные, когда-то, конечно, украшавшие, сейчас это убожество. И если мы не начнем менять город, центр города, делать его современным, делать его привлекательным, делать его динамичным, привлекая сюда молодых, самостоятельных, самодостаточных, со своим бизнесом, со своими амбициями людей, ну, я имею в виду, которые хотят в этой жизни что-то сделать своими руками, предпринимателей, в первую очередь, потому что мы гуманитарии, честно говоря, мы не производим никакого дополнительного, дополнительной прибыли, кроме вот как создания, может быть, какого-то особого менталитета. Другое дело, что мы должны знать историю, уважать ее, любить историю города, это благореченство, безусловно, но при этом все-таки восстановить исторические памятники, в каком состоянии у нас здание музея, в каком состоянии Центра статического воспитания, и это продолжается год десятилетиями, о чем мы вот сейчас говорим. Я только за динамику развития центра города, Центра города, современность, делать современность. Другое дело, что это должно быть в комплексе. То есть вот это здание может быть уравновешено с этим зданием. Вот, скажем, понятно, Золотая Миля дает дополнительные зоны отдыха, это тоже хорошо, но оставляя Центр города в 70-х годах, то есть там у вас 70-е, там постройки 70-х годов. Получается или регионный завод, или жилой дом. Но третьего не доносится. На самом деле, все столичные города, то же самое, ближайшие, Беким, да, конечно же, идея по современному пути развития, все свои производства вводят на окраину. При проведении первой, Беким то же самое и делал. Нет, и мы просто говорим на то, что... Если первый улочный завод, в ближайшем десятилетии мы бы, наверное, какое-то решение бы перевести. Почему ты на Дива только швыртон? А в этом говорим? У нас нет бассейна в городе, у нас нет крытого карта. У нас нет денег. Наталья хочет просить в программу вступать. Какие программы? Вот это я тоже считаю по поведению. Город участвует во всех федеральных программах по возможности, так же, как и область. Но на все денег не хватает. Вот мое предложение, то есть, независимо от нашего мнения, на сегодняшний день, уже инвесторы вложили в этот участок денег. Административное здание там никак не просчитывается, вот с моей точки зрения. Если мы еще и золотую милю отдадим под общественное здание, не понять, какого назначения. У нас город перестанет развиваться. У нас на сегодняшний день же не хотелось развиваться. Вот посмотрите, как бы плохо ни говорили про казино, но казино для нашего города, это на одном из периодов развития, было просто спасение. Почему у нас на сегодняшний день... Спасение с точки зрения финансов. С точки зрения финансов. А с точки зрения здоровья населения, это уже другой вопрос. А вы были в Бийске. Я не была в Бийске. Вот вопрос я вам такой задал. Город примерно такой же. Но он не жил. Город такой же примерно, как и наш, около 200 тысяч населения, но этот город остановлен в 80-х годах. И народ оттуда разъезжается. А он не развивается никак. Вот то, что было в Благовещенске в 85-м году, там творится до сих пор. Понимаете? Вот запрещая что-то, мы останавливаем само развитие. Любое развитие это хорошо. Мы же не говорим о том, что... Да, мы же не... И обсуждение вообще, что там будет в компетенции нашей на сегодняшний день. То есть, по сложившемуся законодательству, инвестор приобрел участок, он уже вложил деньги, он уже начал рисковать финансами, которые он туда вложил. И на сегодняшнем этапе остановить жилье, мы, я повторяю, мы не сможем там. Потому что на момент приобретения у него все документы были от и до. Если мы говорим о развитии, об общественных зданиях, давайте искать совместно деньги. Непопулярные меры это поднятие налогов, популярные меры увеличения доходов неналогов. Но... Мы говорим уже... Но это... Представляете, какие объемы? На сегодняшний день город Благовещенск не может себе это... Но именно этого в городе не хватает, почему люди уезжают отсюда, правильно? Фасадная часть. Не только поэтому. Ну, в том числе. Мы фасадная часть. Да, фасадная часть. Давайте формировать мнение к тому, чтобы подвигнуть застройщика, чтобы... Вот мы сейчас гордимся Краевическим музеем, да? В целом гордимся. Но это тоже построено теми же предпринимателями определенного периода. Девять-вторых. Тогда не было... Предприниматели много занимались инцентрационно. Нет. Сейчас мечем. Сейчас мечем. В следующий день давайте подвигать тех же застройщиков, чтобы они шли, потому что это же все-таки набережная, потому что они, ну, понравились на какие-то вещи, для чтобы это было эстетично и красиво. Наверное, нужно формировать мнение. Да. Ну, о чем говорил Витальд Александрович, если очень... Ну, даже, да, давай. Мы уже... Мы уже закупляемся, у нас время уже вышло. В целом, фактически эти вопросы должен регулировать главный архитектор. У нас сейчас нет ни в городе, ни в области людей из должности главного архитектора и вообще он когда-нибудь появится в перспективе. В штатном расписании администрации нет такой работы. То есть, вот должен... Управление... 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 Управление на строительство... А как вы думаете, почему его? Начальника. Был же... Получается, оно не нужно, он не... Почему? Здесь вопрос не в долгое время, а вопрос в том, кто эти обязанности правильные... Функции, опять же, да? Нет, функции выполняются. Те, которые... Старые схеми. Те, которые администрации, делегированы закон о функции, администрации выполняют в полном объеме. И вот если застройщик завтра принесет проект в виде обычного параллепипеда с вот такими окнами, администрация не сможет ему отказать. Значит, то, что раньше был архитектор города, ну, в принципе, и не надо было, да? То есть сейчас его нет, это... Нет, не то, что не надо. Вы понимаете, здесь федеральное законодательство у местной власти. Все выбирается федеральная законодательство. Конечно, конечно. Мы живем в законах, которые нам оформляют Государственная Дума. Градостроительный Совет уже не влиял как-то, но все-таки на градостроительные выносили объекты, значимые для города. И как-то обсуждали. Это я к тому возвращаюсь, что общественное мнение надо до-туда оформировать, а не тогда уже все, например, собранные, альнистрация отказать не может. Если это вот что-то бы где-то показывалось или говорилось о том, что вот мы рассмотрели, и там вот это, вот это, и специалист бы где-то выступил или сказал и написал, то, понимаете, уже кто-то где-то бы отложилось вот это мнение. А так, получается, оно не сформировано, вылезло, и мы начинаем руками лакать. Хотя все делалось по законодательству, и что тут... Я буквально одно слово. Вы знаете, а мне понравилось ваше здание рядом с площадью Победы. Мне понравилось, подразумевая, что неожиданно для себя я поняла, что очень красивое, умное здание. То есть я поняла, что вы повторили готику, и оно, в принципе, с триумфальной артой, в принципе, с домом эстетического воспитания, где вот эти кокосики, да, вы повторили и замкнули эту площадь вокруг. Другое дело, что... Опять возвращают. Другое дело, что электроаппаратный завод там, что он там делает? Там надо вкладывать туда деньги, приводить. То есть замкнуть... Построить еще не желаю. Замкнуть красивую площадь. Это другой уже вопрос. Мне кажется, что уровень, профессиональный уровень строителей очень высокий. За последнее время здания, которые строятся, мне кажется, доказывают это. И они на конь ставят свою репутацию профессиональную. Это тоже очевидно. И, с другой стороны, я слушаю, я понимаю, что можно доверять профессионалам. Другое дело, что, может быть, послушать и творческую интеллигенцию, да, которая, как уже в последний момент, создаст определенный стимул для вот такого общественного диалога. И вот с этой точки зрения. Говорю, я считаю, что бизнес ответственный и руководители города очень ответственно подходят. Поэтому я надеюсь, что все, наверное, все очень разумно. Я знаю, смысл торжествует. Понятно. Нам нужно завершаться, да, подводить итоги. На самом деле, я думаю, что Италий Александрович эти итоги уже успел подвести, да, он сказал главную мысль о том, что нужно действительно воспитывать наше селение, о том, чтобы они высказывались. Может быть, действительно у нас и дойдем до того, что у нас создастся какая-то архитектурная общественная организация, потому что одно дело просто, или другое дело должны быть специалисты. Под Министерством культуры, вот как-то под экидой, под тонким чувством выбора, четким правом создат. Это должно быть независимо, ни при каком-то... Ни при каком-то... Конечно, конечно. Вот. Со своей стороны, мы как журналисты будем делать все, потому что мы тоже здесь живем, мы планируем здесь жить, поэтому мне все равно, как город застраиваться, что в нем происходит. Вот. Всем спасибо за то, что сегодня участвовали в Кругом столе, будем работать и дальше. Спасибо, что удивили нам время. Куда смотреть на первую карту? На первую карту, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok